Муниципальное управление Булаковское обращается к жителям города Булаково с просьбой о оказании помощи о раскрытии преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. 8 мая 2017 года неизвестное лицо в районе торгового центра Гринхаус на проезжей части по улице Тарнавской причинило ножевое ранение молодому парню 27 лет, впоследствии которого скончался. Возвращение очевидцев и свидетелей данного преступления, которые могли находиться на момент совершения преступления в указанном месте, либо перемещаться на автотранспорте с видеорегистратором, просьба обратиться в отдел полиции, анонимность вознаграждения гарантируется. Известно, что молодой человек, потерпевший, двигался с адреса проживания на место работы. В этот момент, пересекая проезжую часть по улице Тарнавской, неустановленное лицо с ножом в руках нападает на него сзади, наносит не менее семи ножевых ранений в область шеи, головы и туловища, впоследствии чего потерпевший скончался на месте. С лесом установлено, что подозреваемый на вид 25-35 лет, среднего целосложения, рост ориентировочно 1,80-1,90, был одет в спортивный костюм темного цвета, бейсболка, на ногах имелись кроссовки. Если кто-либо располагает данные информации, мы просим обратиться в отдел полиции номер 4, бывший первый отдел полиции, либо на механизатор по 1,00. Также можно позвонить по телефону 02. Какие-то версии есть? Версии у нас, так скажем, основные две. Это, соответственно, первая версия. У нас лицо, причинившее тяжкий вред здоровью, мог быть приятелем потерпевшего, и либо в ходе внезапной возникшей ссоры с целью мести нанес ему ножевое ранение. Есть версия, что у потерпевшего имелось на стороне связь. Связь это женского пола. Соответственно, мог данное телесное повреждение причинить молодой человек, так скажем, с целью ревности. Мести за то, что наш подозреваемый имел отношение с женщиной на стороне. Либо из хулиганских побуждений. Ну, соответственно, эта версия, так скажем, пока она обширная, по ней надо работать более детально, чем на данный момент мы и занимаемся. Скажите, пожалуйста, в соцсетях появился фоторобот подозреваемого. Откуда он взялся и соответствует ли он действительности? На данный момент я не готов ответить по поводу соцсетей. Сейчас фоторобот у нас, так скажем, на данный момент обрабатывается. Сегодня он будет готов, и, соответственно, мы вам его выдадим дополнительный. То есть это еще не окончательный вариант, который сейчас и на новостных сайтах? У нас есть свидетели, несколько свидетелей. На данный момент каждый свидетель рисует, так скажем, с каждым свидетелем у нас работают специалисты. В общем, когда фотороботы будут готовы, путем наложения, будет выбрана та идеальная, так скажем, форма лица, которая более соответствует процентам соотношения на лицо. То есть тот робот, который выложен, он не соответствует действительности? Я не видел еще раз фотороботы в соцсетях. Мы работаем с людьми, мне некогда в соцсети. Это занимаются у нас другие специалисты, мониторинг проводят интернет. На данный момент я не готов ответить, что там в соцсетях. А говорят, что было какое-то еще убийство, но потом его, естественно, опровергли. Ну, ходят слухи, что уже маньяк вызовелся в городе. Можно ли сказать, что это единичный случай? В соцсетях сейчас пишут, соответственно, будоражит население, кто-то это делает с какой-то провокационной целью, кто-то, соответственно, напуган. Я еще раз поясняю, у нас совершено только одно преступление, на данный момент других преступлений никаких нет.